Цель мероприятия – разработка направлений развития университета, объект трансформации, дорожная карта ЮРГУ. Как стать лидером в мировом научно-образовательном пространстве? Какое направление выбрать? И что означает концепция «Университет 3.0»? Ответы на эти вопросы искали участники проектно-аналитической сессии. Её руководителем стал президент Делового совета Евразийского экономического союза, председатель наблюдательного совета ЮРГУ Виктор Христенко. Жизнь просто коренным образом в ближайшие десятилетия будет меняться. В ближайшие 10 лет, даже не десятилетия. И это связано и с цифровыми трансформациями жизни, которые затронут все аспекты нашей жизнедеятельности. Это связано и с широчайшим букетом новых технологий. Это связано и с новыми вызовами, глобальными, национальными. И на всё на это должен быть какой-то адекватный ответ у такого игрока, как ЮРГУ, где так или иначе проходит своё преобразование до 30 тысяч человек, которые выходят в эту меняющуюся жизнь. Главная тема сессии – будущее университета в мировом образовательном пространстве. Перед университетом стоят на самом деле грандиозные цели. Это достижение глобального лидерства в мировом научно-образовательном пространстве. И понятно, что стать лидером по всем направлениям – это невозможно и нереально, это требует немыслимых ресурсов. Поэтому одна из ключевых задач сегодняшнего дня и сегодняшней сессии – это определение с теми направлениями, в которых университет потенциально уже сейчас является лидером и потенциально может выйти на глобальный международный уровень. Участники сессии обсуждали также вопросы развития образования и науки в России и, в частности, какое место должны занимать вузы в экономике страны. Активное участие в этом разговоре приняли представители крупных индустриальных корпораций и малого бизнеса. Тут мы малый бизнес. С одной стороны. С другой стороны, мы работаем с большими корпорациями. Это наш основной заказчик. Отсюда у нас и все проблемы, связанные с взаимодействием большой корпорацией с малым бизнесом. И с помощью университета мы бы могли более эффективно коммуникации устанавливать. В частности, мы уже практически договорились о том, что мы будем организовывать совместные семинары, презентации. Для того, чтобы самим рассказывать о возможностях робототехники и наработках вуза. И получать обратную связь и предлагать свои решения. Свою точку зрения на взаимосвязь университета с экономикой региона высказал один из главных консультантов проектной сессии. Представитель правления фонда Институт развития имени Щедровицкого Андрей Реус. Вопрос технопарка очень интересный. Возможности окружения бизнес-средой университета. Есть вопросы взаимодействия с регионом. Там везде есть ряд идей у университета, которые достаточно разумные, которые просто нужно облечь в какую-то рабочую форму за счет организационных правильных действий. В течение трех дней участники сессии не только слушали доклады и участвовали в дискуссиях, но и предлагали свои идеи. В результате коллективного мозгового штурма была предложена идея концепции университета «Инженерия 3.0», в которой понятие «инженерия» рассматривалось в самом широком смысле слова – в финансово-экономическом, технико-технологическом и социальном значениях. Наше направление представляло очень важный блок в рамках развития инженерии. Такое направление, как социально-гуманитарная инженерия. У нас университет является классическим. Очень важным является фактор включения самых различных социально-гуманитарных направлений. И здесь очень хорошо то, что мы не забыли о человеке. Мы и предполагаем, что в рамках университета вполне возможно было бы создать специальный особый центр социально-технологических инициатив, в котором могли участвовать самые различные исследователи. Три дня обсуждений, анализ, выработка решений и формирование стратегии развития университета. Проектно-аналитическая сессия подошла к своему финалу. И итог работы подвел ректор ЮРГУ Александр Шестаков. В конечном итоге мы выработали очень хорошую идею университета. Это университет индустрии тренок, который одновременно соответствует тренду, тенденциям развития сегодняшнего времени. И эта формулировка идеи университета, она объединяет и развивает то, что было сделано. Значит, она объединяет, естественно, научный блок нашего университета, технический и гуманитарный блок. Потому что индустрия, значит, треноль – это техническая, значит, это индустрия, это социальная, значит, индустрия. И все это находится во взаимодействии друг с другом. Потому что все компоненты, все составляющие нашего университета будут участвовать в развитии, в дальнейшем развитии. Впереди формирование новой управленческой команды ЮРГУ, в состав которой войдут самые активные участники стратегической сессии. Под руководством Виктора Христенко уже в Москве им предстоит развивать технологию стратегических изменений, которые будут способствовать перспективному развитию ЮРГУ и его продвижению в международном образовательном пространстве.